Усилия Китая по обеспечению продовольственной безопасности в текущем году будут включать меры по стабилизации пассивных площадей под зерновыми и увеличение урожайности. Опубликован новый официальный документ, в котором излагаются приоритеты всестороннего содействия возрождению сельских районов в этом году. На пресс-конференции были представлены некоторые меры по стабилизации производства в Китае серновых культур на местном уровне. Во-первых, мы стабилизируем пассивные площади под зерновые культуры. Главное – побудить фермеров выращивать зерно, а местным органам власти сосредоточить внимание на его производстве. Для сельхозпроизводителей будет усовершенствована политика по стабилизации цен и предоставлению субсидий и страхования. Что касается цен, то мы соответствующим образом повысим минимальный закупочный тариф на пшеницу и установим разумную минимальную закупочную цену на рис, чтобы защитить фермеров от низких цен на зерно. Правительство также намерено оптимизировать политику предоставления субсидий на приобретение и использование сельхозхозяйственной продукции. Должны быть улучшены планы действия в чрезвычайных ситуациях для обеспечения поставок сельхозхозяйственной продукции по стабильным ценам и повышенной эффективности субсидий. Другие меры направлены на повышение урожайности на единицу продукции, что требует серьезной работы с пахотными землями и семенами. Ключевой момент заключается в том, чтобы сосредоточиться на двух ключевых факторах, а именно на семенах и пахотных землях. В первом случае мы ускорим развитие семеноводческой отрасли и прорывы в ключевых технологиях. Что касается пахотных территорий, то будет усилено строительство сельскохозяйственной инфраструктуры, повышенность стандарта и качество вклада в возделывание высококачественных земель. Планируется укрепить объекты ирегации и охрану водных ресурсов, а также всесторонне усилить потенциал по предотвращению стихийных бедствий, смягчению их последствий и оказанию чрезвычайной помощи. Будут приняты различные меры для увеличения мощностей по производству зерна на 50 миллионов метрических тонн. При этом также отмечена важность расширения источников продовольствия, поскольку безопасность в данной отрасли зависит от доступа к разнообразному ассортименту высококачественных пищевых продуктов. Китай стремится создать диверсифицированную систему снабжения продовольствия на всей территории страны. Это позволит его населению получать достаточное разнообразное и здоровое питание. В целом, производство зерна в Китае выросло на 1,3% в годовом исчислении и достигло рекордно высокого объема – более 695 миллионов тонн в 2023 году. Продолжение следует...